У нас было много тревожных вечеров и ночей за годы полномасштабной войны, в этом году тем более, но все-таки, конечно, 5 ноября это будет качественно отличаться. Мы, конечно, будем следить за итогами, чтобы дождаться с утра и понять, в каком мире мы проснулись. Но я хотела вас, в общем, спросить и после этих встреч, и после этой недели в Нью-Йорке, после Генассамблеи, так много появилась различной информации, остается ли у вас к ней доверие? Есть там один источник за иконами, что писал о том, что президент Зеленский готовится к президентским выборам в следующем году. Я поспрашивала украинских политиков, и мнения разделились. Кто-то говорит, да, мы слышали, знаем, готовимся. Кто-то говорит, это невозможно. Это действительно невозможно, по действующему украинскому законодательству даже не буду вдаваться в детали. Сегодняшний материал уже вышел о том, что президент Зеленский готовится к переговорам. То есть это уже отсылка к переговорам с Российской Федерацией. И с одной стороны, я помню вашу точку зрения, что мирные саммиты, вот это все славобудие, это для того, чтобы затягивать время и отыгрывать свою роль. С другой стороны, а как в таком случае считываться должны все эти месседжи этой недели? В них есть суть или это тоже? Вбросить все на свете, кто хочет выборы, кто хочет переговоры. Мы на все готовы, а на самом деле будем продолжать делать свое. Смотрите, я говорил так, что все, что все эти инициативы, которые берет на себя Украина или поддержит, или откликается, отзывается на призывы того же Вашингтона о мирном процессе и чем-то таком, это игра, все-таки это игра. Почему? По одной простой причине, что с той стороны у Москвы нет ни одного реального сигнала, который бы свидетельствовал, что Москва готова вовлечься в нормальные, полноценные переговоры, грозящие обычным нормальным урегулированием дипломатическим этого конфликта. Мы не видим ни одного такого сигнала. Москва не настроена вообще. Ну что, они в Киеве не понимают, что ли это? Ну как, ну, они там говорят о безумных своих этих требованиях, продолжают поддерживать и тех, которые трое были озвучены, три требования, которые Путин озвучил, еще раз их перечислю, это снятие всех санкций, отказ Украины от членства НАТО, освобождение четырех территорий до административных границ, Херсонской, Луганской, Запорожской и Донецкой, да, ну, все эти условия неприемлемые, а что-то другое прозвучало? Ну ладно, уберите предварительные условия, давайте просто садимся и разговариваем. Я не слышал, кто-нибудь слышал, пусть мне скажут. Поэтому Украина понимает, она не хочет остаться в роли вот такого стороны, которая аутсайдерной, лузерской, которая вот на все отказывается, ну, вы уже достали, вам и это предлагали, и это предлагали. Ну, правда, никаких предложений не было, мы же понимаем, что это игра, это шарка. Понимаете? Вот, ну, пожалуйста, вот Лавров, который там в Нью-Йорке тоже выступал, сегодня дает там пресс-конференцию, что-то я в Мельком сейчас увидел. В чате он и говорит, что, ну, типа, на встрече с Трампом, давайте я прям процитирую, а то скажет Федя на ходу что-то интерпретирует. Вот он говорит. Так, Лавров. Лавров о готовности Трампа решить конфликт на Украине. Будем рады любым инициативам, которые приведут к урегулированию страны первопричиной. Лавров, если у Трампа получится убедить Киев, прямая цитата, отменить дискриминационные по отношению к русскоязычному закону, это будет шаг в правильном порядке. А я хочу задать вопрос, это какие такие законы дискриминационные? А я вам скажу, какие, что государственный язык один. Да. Уже это имеет в виду? Вот он считает наличие государственного языка в Украине дискриминационного закона. Понимаете? То есть, сядь туда же. Это вот, они так понимают, где нацификация. Указывать, какие законы должны быть, какие. А давайте мы вот тоже поуказываем, какие в Москве должны быть законы, чтобы она имела право, как нормальный член Международного сообщества, принимать участие в таких переговорах с Киевом. Вы, пожалуйста, у себя в России сделайте выборы свободные. Тогда с вами можно будет достойно разговаривать. А не вот тот концлагерь, который сейчас в России существует. Нет, никто не хочет задать в России вопрос. Почему Киеву надо отвечать? Ну, даже помимо этого, я лишний раз скажу, это демонстрация того, что они ни от чего не отступились. Они все туда же. Денсификация, демилитаризация, весь набор. Ну, а о чем это свидетельство? Он может и детально это раскрыть. Он может все те же пробовнить требования, которые и были. Но а где здесь возможность к диалогу? Какая здесь предпосылка-то его? Конечно, Москва хватается, и никаких уже сомнений нет за победу Трампа. Если Трамп победит на выборах, Москву это более чем устроит, и она на это закладывается. Безусловно, это уже ясно. Сейчас они параллельно со своей стороны, в своем объеме принимают участие в расширении инициативы Бразилии и Китая. Мы тоже это видим. Присоединяют вот этих, которые в космос летать вместе с Россией будут. Зимбабву. Там же, вы знаете, что по космосу они же точно такие же договоры. Там много африканских стран. Это вот их партнерки по сотрудничеству. Конечно, они пусть вместе туда и летают. Прямо из Зимбабву пусть летят. Причем Лавров пусть первым космическим туристам. Вот. Я к тому, что они и там принимают участие. Они играют на нескольких досках. Это естественно. И то, что Украина не вовлекается в это во все слишком... Ну, скажем так, вот предложили план победы. Его типа отвергли и что? Ничего. Будет второй план победы. Третий план мира. Десятая формула мира. Нет проблем. Вы хотите, мы вам выкатим все, что хотите. Вот по заказу. Если вы к этому встретите. Почему? Чтобы дошло уже к ситуации, когда все скажут. Ну, чего мы постоянно от Украины что-то требуем? Мы же все понимаем. Мы же себя обманываем. Потому что проблема в Москве, которая начала эту войну сама в расчете на уничтожение Украины. Которая отказывается, не добившись своих целей за два с половиной года, отказывается от мирных переговоров, продолжает вести себя так, как будто она в этой войне выиграла. Нельзя России войти в переговоры на условиях, как победителя. Для этого нет никаких оснований. И поэтому с этой точки зрения, да, все продолжится как минимум до ноября. Пока 5 ноября не пройдут выборы. И один из кандидатов не победит. Трамп или Харрис. Ну, посмотрим, кто это будет. Это первый. До ноября ничего не будет. Уже ведь осталось 5 недель. Ну, что? 5 недель, что уж как-то пройдут. За 20,5 года, которые прошли в масштабах его. А там конец года. Там 20 января уже инаугурация. И мне кажется, все будет происходить только после инаугурации. Когда придет новый президент. Что-то сделает прежний президент Байден. Успеет, наверное. Ну, опять же, при раскладе, что Харрис будет его наследницей. Только при этом раскладе. Если будет Трамп, то, конечно, это будет гораздо тяжелее. Потому что надо отменить все, что делает на остаточных месяцах администрация Байдена. Но, наверное, что-то будет. Что будет? Ну, скорее всего, разрешат вглубь территории России. Может быть, не полностью, но какими-то ограниченными средствами все-таки удары производить. Вот мое такое мнение. Тем более, это еще будет болезненно. Что, скорее всего, в связи с наступлением холодов. Реальных холодов. Там в ноябре. И, так сказать, слякоть сменят морозы. Ну, что очевидно, в декабре и позже, в январе. Скорее всего, наступление замедлится. Российских войск. Вот это движение, оно замедлится существенно. Так же, как и Украина. Вряд ли сможет до Курска дойти. Тоже не ждите этого. Вот мой прогноз. Субтитры создавал DimaTorzok